Мир изменился, но мы-то остались прежние. И пусть нам, как всегда, помогают понять эту жизнь вершики, стишки, них и с ними жить, человеку и понять, и достигнуть понимания куда как проще. Итак, первое кармическое стихотворение. Каждая жизнь – это ценность, ценность сама в себе, краткая беспредельность в вечной борьбе и мольбе, жажда нетронутой силы. Верность и ложь, как одно, было все сладенько, мило, было, как было, прошло. И второе кармическое стихотворение. Быстро пролетает лето, осень тоже коротка, снежная зима за это дарит час слегка. Тратим веру понемногу, что живем и ждем, вот уже весна, как в ногу приближается с концом. Мы не должны терять веру, все это несколько пессимистично, но, а почему? Потому что наше определение и понимание жизни связано только с нашей конкретной физической жизнью. Мы забываем о том, что мы воплотились на этой земле, наши души тут воплотились, и они должны пройти тут и решить определенные задачи, без которых наша вечная жизнь не будет нами в этом физическом мире ощущаться как реальная. И если мы обратим все свое сознание в этом направлении, мы опять почувствуем связь с душой, с душой нашей вечной, и тем самым обретем эту вечность. И еще одно замечание, теперь уже о другом. Вот интересная вещь, библиотеки и книги, то есть, библиотеки и интернет, ругают интернет, мол всякий хлам там, он нас увлекает и так далее. Но надо не забывать, что доступ к интернету и сам интернет позволяет все проверить, познать, опровергнуть или заново открыть. Современные жрецы от науки охраняют свои утверждения, как зеницу ока. И самое главное, самое ложное из всех официальных наук, не наука, история. Не наука, именно история. Библиотеки хранили раньше для избранных и развивали только нужные правящие элите теории. А потом выдвигали табу. Нельзя, не так, не правда, не доказано, не проверено, ложно, не истинно. Пример вот такой еще приводят. Монахи, мол, многое спасли, переписывали бедняги в поте чела и так далее. Честь и мы слава, мол, за это. Но как они переписывали и что, и для чего, и для каких целей, мы видим результат на лицо. И мы слепо идем по дорогам, начертанным, в кавычках, конечно, так называемыми монахами. Вот и вся когда-нибудь правда будет открыта. То есть, или опровергнута, круто, или она вдруг обнажится. То есть, ложь, школьные интересы, интересы и великие заговоры. Все будет обнажено и открыто. Это невозможно сокрыть, как бы они ни старались. То же и с периодом появления так называемой печатной книги. Нового государства и новой идеологии. Айденогия была одна, каббалистическая правда, жажда наживы. Ну и так далее. Все это и привело этот мир, и был построен этот мир на этих подставах, на этих основах. Особенно с внедрением печатной книги. Ложь была нам впечатана с ее страниц глубоко и надолго. И мучительно она, трудно будет освободиться и вырваться из плена этой страшной и тяжелой наследственности. Но мы вырвемся, мы освободимся. Это они должны понимать. Я в этом уверен. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok